У меня просто с работы уволят, если у меня продолжатся снимать. К открытому оглашению приговора устроители заведения, которые в прежние времена называли публичным домом, оказались не готовы. Плохим прикрытием была и вывеска спа-отеля в центре Чебоксар, куда к ночным бабочкам слетались клиенты, которые прекрасно знали, какие услуги здесь оказываются. Кем работаю здесь? Администратором. Что за заведение? Спа-отель. Чем занимается? Пикантными услугами для мужчин. Жительницу Чебоксар, которая организовала это прибыльное дело, не испугал печальный опыт предшественников, у которых она приобрела бизнес. Дама с опытом бухгалтерской и кадровой работы была уверена, что избежит ошибок прежних осужденных владельцев. Дверь была оборудована домофоном, кнопкой видеовызова. Девушки перед тем, как клиент проходит, смотрели. Если узнавали среди клиента своего знакомого, уже входом ограничен. Скрывалось место работы и от близких. Но весной прошлого года, когда деятельность борделя была пресечена сотрудниками полиции, обыски и следственные действия прошли не только в отеле. Мы приезжали зачастую по адресам места жительства. Зачастую родственники даже не подозревали, что их близкие работают в таком салоне. Они некоторые были шокированы. С момента открытия в сентябре 2019 года так называемый «СПА-отель» с особыми работницами и постояльцами оказался в разработке отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Почувашии. В сборе доказательств оперативникам помогли лица, данные которых были засекречены и не озвучивались в ходе рассмотрения дела. Следователи собрали 17 томов материалов. Важную роль среди улик, изобличающих организованный характер группы, сыграли расшифровки многочисленных электронных носителей информации, изъятых в ходе обысков. Привлекались нами уже специалисты в области компьютерной техники. В частности, я хочу отметить, что очень помогли нам сотрудники ЭКЦ МВД Почувашской республики, которые с помощью специализированной техники получали, добывали информацию из цифровых носителей. В итоге все, кто увлекал девушек в занятия проституцией, организовывал рабочий процесс и считал доходы, предстали перед Ленинским районным судом города Чебоксары. В прокуратуре Ленинского района поддержаны государственные обвинения в отношении четырех жительниц города Чебоксары, обвиняемых в совершении преступлений при смотре части 1 ст. 241 и 3 ст. 240 УК РФ. Это организация и вовлечение в занятия проституция, совершенная организованной группой. Ввиду тяжести совершенного преступления, государственным обвинением предложено назначить наказание в виде реального лишения свободы. С учетом смягчающих вину обстоятельств суд решил назначить условные сроки от полутора до пяти лет, взяв со всех подсудимых обязательства о соблюдении ряда строгих ограничений в течение всего периода наказания. Приговор еще не вступил в законную силу. Приговор еще не вступил в законную силу.